всем добрый день я приветствую вас на канале где собираются красивые и легкие в исполнении узоры спицами с вами яна и сегодня я предлагаю вам связать узор из серии вертикальные ажурные дорожки для того чтобы связать такой узор нам необходимо набрать на спицы количество петель кратное 8 плюс 4 петли для симметрии и 2 кромочные петли высоту этот узор состоит из двух рядов я подобрала ниточки потолще и побольше спицы чтобы было нагляднее вам видно итак первый ряд кромочную мы снимаем первая петля у нас изнаночная следующие две петли мы должны поменять местами с наклоном влево и провязать каждую из них лицевой следующая петля изнаночная далее две лицевые накид снизу либо от себя и так и так можно назвать и провязываем две петли вместе лицевой за заднюю стеночку это является раппортом первого ряда повторяем одна изнаночная две петли мы должны поменять местами с наклоном влево вот таким образом каждую из этих петель мы провязываем лицевой следующая изнаночная далее две петли лицевые накид снизу либо от себя и две петли вместе лицевой еще раз одна изнаночная 2 петли меняем местами и провязываем каждую из них лицевой следующая изнаночная далее две лицевые петли накид снизу и две петли вместе лицевой за заднюю стеночку в конце у нас остается четыре петли симметрии и мы провязываем их точно так же как начинали в начале вязать ряд одна изнаночная две петли меняем местами с наклоном влево и каждую из них провязываем лицевой последняя петля изнаночная и кромочная у меня изнаночная второй ряд кромочная мы снимаем первая петля лицевая далее две изнаночные петли опять лицевая опять 2 изнаночной одна из них обычная петля 2 накид тоже провязываем изнаночной далее делаем накид снизу так же как мы делали в первом ряду и провязываем две следующие петли вместе изнаночной вот так раппорт 2 ряда повторяем 1 лицевая 2 изнаночные 1 лицевая 2 изнаночные делаем накид и провязываем две петли изнаночные 1 лицевая 2 изнаночные делаем накид от себя и провязываем две петли вместе изнаночной в конце петли симметрии провязываем 1 лицевая 2 изнаночные и 1 лицевая в конце кромочная не знаю если смысл повторять но я наверно повторю вам если не нужно будет дополнительное объяснение значит промотайте пожалуйста и так кромочная изнаночная 2 петли меняем местами с наклоном влево каждую петлю провязываем лицевой и изнаночная петля далее 2 лицевые накид снизу 2 вместе лицевой за заднюю стеночку еще раз изнаночная 2 петли меняем местами провязываем каждую из них лицевой изнаночная 2 лицевые накид от себя и 2 лицевые вместе за заднюю стеночку и еще раз изнаночная 2 петли мы меняем местами провязываем каждую из них лицевой далее 1 изнаночная 2 лицевые петли накид снизу и 2 петли вместе лицевой за заднюю стеночку петли симметрии 1 изнаночная 2 петли мы меняем местами с наклоном влево провязываем каждую из них лицевой и изнаночная петля кромочная и во втором ряду у нас лицевая 2 изнаночные лицевая 2 изнаночные накид снизу и 2 изнаночные вместе 2 петли вместе изнаночной петли повторяем лицевая 2 изнаночные лицевая 2 изнаночные накид снизу 2 вместе изнаночной и еще раз лицевая 2 изнаночные лицевая 2 изнаночные накид снизу 2 вместе изнаночной и петли симметрии 1 лицевая 2 изнаночные 1 лицевая и кромочная рисунок лучше проявится если провязать несколько раппорта в высоту поэтому давайте рассмотрим образец побольше вот что в итоге у нас должно получиться вот такой красивый ажурный узор его изнаночная сторона и следующий ажурный узор вот такой сегодня узор у нас если он вам понравился не забудьте поставить пальчики вверх подписывайтесь на канал те кому он показался интересным и не забывайте нажимать на колокольчик чтобы он оповещал вас о выходе новых видео а я вас хочу искренне поблагодарить за просмотренное видео желаю вам успехов удачи и всего самого доброго пока